МЕЛЬНИЦЕ МОДЫ Кто и чем поразил жюри? Споем гимн вместе, как город отметит 3 июля. Мы не могли обойти стороной этот замечательный праздник. День до праздника, где прошел первый концерт. Последний шанс. Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором. Зачастую проблема возникает от того, что люди не разговаривают. Как это будет работать на деле? А также уборка подъездов, счастливый билет и капризы погоды. Сегодня на город обрушился ливень. Что на выходных? В стране 48 738 пациентов выздоровели от COVID-19 и уже выписаны из больниц. По данным Минздрава, зарегистрировано 62 698 зараженных. Проведено свыше миллиона 28 тысяч тестов. Областная организация Красного Креста закупила для врачей 8400 респираторов. Вскоре средства защиты развезут по клиникам. Россия начала экспорт препарата от коронавирусной инфекции. В первую очередь лекарства поставили в Беларусь. Иностранные эксперты отметили. Во время испытаний Авифавир показал эффективность. Выпускают препарат в форме таблеток, что значительно упрощает его прием. Только в июне фармпредприятия в России произвели 100 тысяч курсов. В День независимости в Бобруйске пройдет митинг на Площади Победы. В полдень на Комсомольской с участием руководства города откроют детский дом семейного типа. В программе не только официальные события. В 2 часа стартует конкурс «Автоледи-2020». В парках заработают тематические площадки. В 8 вечера начнется праздничная программа у Ледового. Ровно в 22.55 горожане присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе». Напомню, 3 июля Беларусь отметит 76-ю годовщину освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Вот это голос. В преддверии праздника Дворец искусств провел онлайн-концерт. Трансляцию запустили в официальном инстаграм-аккаунте учреждения. На сцене выступили местные коллективы, спели солисты. Прозвучали народные и патриотические композиции. В последнее время практикуем такие концерты. Мы уже почти привыкли. Мы не могли обойтись стороной этот замечательный праздник. Поэтому запланировали уже давно сделать у себя вот во Дворце такую онлайн-трансляцию. Сразили на повал. Бобручане блеснули на фестивале «Мельница моды». Кого отметила жюри и в чем секрет успеха, разузнала Анастасия Пахлёстова. Награждается Светлана Третьякова. Коллекция от истоков «Неолита» покорила жюри «Мельницы моды-2020». Автор линейки, мастер производственного обучения и бывшая выпускница технологического колледжа Светлана Третьякова использовала ткань глиняного цвета и трикотажное полотно. Из этого светло-коричневого материала шьют рабочую спецодежду. Но дизайнер сумела дать модное прочтение. Истоки «Неолита» в то время появилось гончарство. Цветовая гамма моей коллекции была позаимствована именно оттуда. Форма и дизайн напоминают где-то горшки глиняные. Каждый год принимаю участие в «Мельницы моды». Естественно, надеюсь, что на победу. И в этом году я была отмечена специальным призом от компании «Магатекс». И надеюсь, что в будущем меня ждут еще большие награды. Сперва будущие модели находили отражение на бумаге в виде эскизов. Затем стежок за стежком создавали платья, брюки, юбки и блузки. Процесс небыстрый и сложный, признается призер конкурса. В пошиве участвовала команда с пяти мастеров. В коллекции «Притапарте» семь комплектов. Модели сконструированы таким образом, что подходят на фигуру любого типа. Размеры от 40 до 46. На гламурном фестивале в столице жюри также оценили моделей и фотографов. В топ-лучших вошли воспитанницы студии «Стиль». Диана Демиченкова признается, не волновалась перед выходом на подиум. За плечами десяток показов и конкурсов. Просто настраивай себя, все будет хорошо. Не волнуйся. Просто ты выходишь, это атмосфера. Тебе нравится, что на тебя смотрят. Страсть. Поменьше сладкого есть, конечно, но вообще не получается не есть. А так, не только фитнес поддерживает мою форму. Арина Демьянова идет по стопам опытной коллеги. Зимой девушка прошла отборочный тур на Мисс Беларусь. Оставила позади конкуренток на уровне города и области. Теперь готовится к республиканскому этапу. Мельница моды стала первым серьезным выходом в свет. Занимаюсь дома, тренируюсь. Бегаю вечером, утром. Питание. Пытаюсь меньше есть мучного, сладкого. Педагог студии моделинга во всем поддерживает подопечных. Дает дельные советы, учит премудростям ровной походки и красивой осанки. Я просто на седьмом небе от счастья, потому что я во всех их проявлениях, где бы ни было, и на подзимах, в школе какие-то достижения, я всегда очень рада. И, конечно, для меня это большая похвала. В финале фестиваля конкурса представили 45 коллекций. За победу боролись 54 дизайнера и 11 фотографов. В этом году Мельница моды прошла в онлайн-формате, без зрителей в зале. За трансляцией в интернете следили из Белоруссии, России, Украины, Польши, Китая, Италии, Швеции и Франции. К слову, в технологическом колледже сейчас вовсю идет вступительная кампания. Освоить искусство шитья, парикмахерского дела и визажа могут выпускники 9 и 11 классов. Прием документов продлится до 20 августа. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Порядок в доме хозяину честь. Министерство ЖКХ обновило правила уборки подъездов в высотках. Теперь избавляться от пыли и мусора на первых этажах должны не менее двух раз в месяц. В остальных вспомогательных помещениях раз в семь дней. В домах с лифтами дважды в месяц. Мытье предусмотрено минимум два и один раз в месяц соответственно. Работников в спецодежде также обязали уделять внимание подъемникам. Приводить в порядок кабины лифта предписано не реже одного раза в месяц. Протирать стены, окна, двери, плафоны и отопительные приборы влажной тряпкой сметать пыль с потолков раз в год. Чаще можно, реже нельзя. Каждую неделю необходимо очищать доску объявлений. По необходимости проводить дезинфекцию, выводить насекомых и грузунов. Броняться только тешатся. Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором. Изменения в законодательстве уже вступили в силу. Прием специалиста назначит, если пара намерена развестись по взаимному согласию. Нет совершеннолетних детей, споров на сему имущества. По необходимости помогут решить юридические вопросы. По мнению экспертов, новая услуга позволит сберечь семейные ценности и сохранить ячейку общества. Медиатор – это независимая сторона между двумя супругами, которая поможет им договориться. Ведь зачастую проблема возникает от того, что люди не разговаривают. Они не хотят говорить. Они молчат, обиделись и пошли в ЗАГС, подали заявление «все, развожусь». Медиатор может вскрыть эти проблемы и помочь людям договориться и все-таки сохранить семью. Каждый вторник в городском ЗАГСе работает психолог. За полгода в Бобруйске зарегистрировано 506 браков и 454 развода. 357 семей распались по решению суда. Новый рекорд. Бобруйчанин протянул на себя фуру весом в 15 тонн 200 килограмм. Мария Бушкевич зафиксировала достижение. Завод «Белшина» 2 июля на часах 14.00. Грузчик предприятия Дмитрий Куракин с помощью тросов собирается сдвинуть с места большегруз. Фуру массой 15 тонн 200 килограмм. Сам Бобруйчанин весит всего 80. Прямо сейчас за моей спиной Дмитрий Куракин устанавливает новый для себя рекорд. В прошлый раз машину весом более 15 тонн ему удалось процединить ровно 5 метров. Посмотрим, будет ли в этот раз больше. Трек-пул или тяга автомобиля – одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. За рулем авто нет водителя, машина двигается за счет усилий 31-летнего силача. В итоге фура проехала ровно 12 метров. Комиссия из книги рекордов сможет приехать лишь через три недели. Спортсмен решил не ждать и посвятит достижение Дню независимости Беларуси. Поставили мы себе задачу, тренировались, работали. Большая благодарность представителям «Белшина Транса». Они предоставили машину, предоставили время, чтобы я ей занимался. Подготовка к эксперименту заняла ровно неделю. К выбору площадки подошли скрупулезно, чтобы было ровно и без уклонов и ям. После выбора большегруза сделали тестовую тягу. Планировали логистику таким образом, чтобы ни ущерб ни транспортному предприятию, ни грузоотправителю. Автомобиль прибыл буквально вчера. Это стандартный автомобиль, он порожний. Вчера мы провели контрольное взвешивание для чистоты эксперимента. Поддержать спортсмена и поболеть за него пришли коллеги по цеху. Молодец, небольшой парень, работает грузчиком, откуда истинная сила идет. Обычные заводские грузчики, какие вещи могут вытворять. Гордость переполняет за то, что рядом с такими людьми работаешь. Он у нас упрямый. Если задался целью, значит пойдет вперед до конца. В копилке Бобручанина уже есть мировой рекорд. 30 октября 2019 Дмитрий Куракин перевернул шину весом 270 кг 10 раз за одну минуту. Достижение зарегистрировали в Интеррекорд. Первый в мире международной альтернативе книги рекордов Гиннеса. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруськ, 360. Форсаж с градусом. Бобручанин на легковушке пытался уйти от преследования и протаранил милицейский джили. Петлящую легковушку среди ночи заметил наряд местного отдела охраны. Оперативники попросили водителя остановиться, но тщетно. Лихач напротив давил педаль в газа в пол. Попытался скрыться. Нарушитель разогнался до 120. Сотрудники МВД вызвали подмогу. Патрули перекрыли отдельные участки дорог. Водитель заметил машину с мигалками и пошел на таран. В ДТП никто не пострадал. Позже выяснилось, все находившиеся в авто были пьяны. Шофер не имел водительских прав. На него составлено сразу несколько административных протоколов. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Вручение госнаград, выборы в молодежный парламент и квартирный вопрос. Правительство скорректировало порядок предоставления арендного жилья. У кого фора? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Александр Лукашенко вручил госнаграды. В почетном списке медики и агрономы, рабочие спортивные отрасли и образование, военные представители сферы культуры и искусств. Президент тепло поздравил всех с высокими достижениями и предстоящим Днем Независимости. В Совете Республики проходят выборы актива молодежного парламента, консультативно-совещательного органа при национальном собрании. Парламентские кресла займут 70 человек из разных областей и столицы. Там люди в возрасте от 18 до 31 года смогут выразить свою точку зрения по общественно-политическим вопросам. Правительство скорректировало порядок предоставления арендного жилья. Первоочередное право на получение закрепили за бюджетниками с пятилетними трудовыми контрактами, работниками медицины, образования и культуры. Эксперты уверены, мера позволит закрепить кадры в глубинке и поддержать региональное развитие. Март планирует разработать меры по ограничению доступа к интернет-магазинам на время, пока продавцы не устранят имеющиеся нарушения. В ведомстве заметили, зачастую подобные бизнесмены не исполняют законные предписания или делают вид, что следует правилам. Пока же наказать нарушителя можно лишь привлечением к административной ответственности. Самосвал БелАЗ снова попал в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз как самый большой автомобиль. Мощность машины 4600 лошадиных сил, вес 810 тонн. Ранее разработку промгиганта признали самым большим двухосным самосвалом в мире. Также комиссию поразил размер кузова. Повезло по-крупному. Бобройчунин открыл 100-тысячный электронный кошелек сервиса оплати. Владимир Лопатко стал юбилейным пользователем. Компания-разработчик решила поблагодарить мужчину за выбор приложения и подарила смартфон. Супругой собирались ехать в магазин и знали, что этот магазин, в частности, Толер, использует данный сервис. И решили зарегистрироваться и воспользоваться. Позвонила девушка, сказала, что приз причитается. Ну, честно говоря, не поверил. Ну, девушка смогла убедить. Система позволяет оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах. Рассчитываться на запокупки в магазинах, партнерах. Руководитель виртуальной площадки обещает. Вскоре услуга распространится и на маршрутные такси. На самом деле это очень здорово, то, что сервис растет. Все больше и больше граждан нашей страны выбирает его для того, чтобы работать. Все больше и больше граждан оплачивает и транспорт, и магазины, и на заправках, и коммуналку. Появится несколько интересных вещей, которые мы ожидаем буквально с недели на неделю. Все цвета радуги. Актив Союза молодежи помог покрасить игровые площадки 76-го садика. К доброму делу присоединились учащиеся художественного колледжа. Ребята мастерски орудовали кистями. Песочница, беседки и деревянный паровозик преобразились на глазах. Уполняю такой гражданский долг. Я помогаю людям, детям и помогаю воспитателям, потому что понимаю, что все-таки не все родители могут, например, помочь и изъявить желание, чтобы покрасить, даже если это для детей. Поэтому такие акции довольно-таки полезны. Мы активно включились в эту работу и готовы помогать нашему родному городу. Заведующая не скрывает радости. Марина Канойко поблагодарила за помощь и отметила, когда присоединилась молодежь, дело пошло быстрее. Это колоссальная помощь, потому что мы сотрудники учреждений образования всегда сами участвуем в подготовке учреждений к новому учебному году. Поэтому эта помощь, это очень большая помощь. Мы очень благодарны им. Погода разыгралась не на шутку. Днем Бобруйск оказался под проливным дождем. Ситуацию усложнил порывистый ветер. Стихло стихия в считанные минуты. Сегодня воздух прогрелся до 27 с плюсом. Надолго ли тренд, расскажем прямо сейчас. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень. Утром во многих районах страны ожидаются грозы. После полудня шквалистые усиления с порывами до 20 метров в секунду. На юго-восточной половине пройдут сильные дожди. Возможно, с градом. После месяца изнурительной жары на Скандинавию обрушился шторм Пяеве. Прошли сильные дожди и грозы. В Финляндии ветер разогнался до 97 километров в час. Кромки деревьев нагибались до земли и сполосовали почву, как грабли. Около 85 тысяч зданий остались без электричества. Железнодорожное сообщение нарушено. Некоторые поезда удалось заменить дополнительными автобусами. По данным метеорологов, ураган ослаб и двинулся на восток. Части американского штата Миссисипи затопили ливни. Объявлена чрезвычайная ситуация. На северо-востоке за несколько часов выпало от 120 до 250 миллиметров осадков. Затоплены улицы. Машины стоят в глубокой воде. От паводков пострадал и штат Теннесси. Там затопило несколько районов. На въезд в город Сельмер перекрыт мост. 3 июля Бобруйск окутают облака. Утром будет пасмурно. Возможно, небольшие осадки. К вечеру небо разверзнется. По улицам застучат капли дождя. Вероятность грозы 90%. Ветер закружится в вальсе. За день сменится 4 раза. Сначала западный на юго-восточный, затем на восточный и, наконец, на северо-восточный. Скорость небольшая, до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 25 выше нуля. Ночью от 17 тепла. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok